здравствуй мой дорогой друг ты пришел сюда послушать наверное вот что не так давно один человек обратился ко мне с просьбой переделать вот эту машину для перевозки жидких органических удобрений машину я переделал но исключительно только с точки зрения ее конфигурационных xml файлов то есть внешне бочку оставил я вот эту прям с надписи с надписью огнеопасно сейчас появилось все таки желанием эту бочку отсюда убрать и поставить вместо нее другую которая будет больше похоже на бочку для перевозки органических удобрений жидких и подумав решил что почему бы собственно это все не запечатлеть на видео и не поделиться этим с общественностью а начну я пожалуй вот с чего мне нужен пациент без вот этой родной бочки я возьму одну раму здесь благодаря запаске вот этому ящику будет понятно в каком месте и как нужно поставить новую бочку экспортирую это как биджей файл назову его оригинал и дальше закину его в cinema 4d где и буду продолжать работу с ним вот у нас есть рама мне не нравится что она вот такого некрасиво белого цвета это я удалю хотя это и не принципиально но все-таки начну я с чего так просто бочка на раме стоять скорее всего не будет поэтому я возьму кубик и сделаю из него некое подобие подрамника от симметрию его на другую сторону все подрамник будет здесь дальше что мне хочется дальше мне хочется сделать наверное у бочки будут три крепления на которых она будет стоять точно пока тоже не знаю как они будут выглядеть детализирую все это в процессе работы и еще один момент я не видел живую никогда подобных машин поэтому все что здесь будет происходить это скажем так мое личное рассуждение на свободную тему как бы я это сделал и так как я это себе представляю то есть я не буду отталкиваться от исторически точной машины потому что ну вот так понятно что много в интернете и фотки я посмотрел они все различаются везде разные формы даже разное количество где-то спаренные бочки где-то одна стоит и так далее то есть разброс вот этих референсов огромный поэтому здесь я буду делать так как мне скажем так понравится так продублирую сюда и продублирую сюда вот это будут три крепления а еще что мне хотелось бы уточнить один момент что моделировать это вообще не сложно и это очень очень и очень интересно здесь можно создать то что вот лично по моему ощущению то что я не могу создать руками здесь в настоящем мире я могу смело сделать вот в этом вот виртуальном 3d 3d мире а чтобы моделировать быстро легко а главное красиво можно посетить школу xyz который открывает набор на курс hard surface hard surface это объекты которые сделаны руками человека роботы пушки техника броня и так далее табуретка к примеру не будет считаться за hard surface она слишком просто устроена на этом курсе ты научишься создавать 3d концепты и освоишь все тонкости hard surface дизайна он для тех кто уже умеет моделировать но хочет выйти на новый уровень на курсе тебе расскажут об основных принципах дизайна и научат применять их в 3d моделирование неважно создаешь ты футуристичное плазменное оружие или довоенную технику эти принципы применимы к любой модели ты не будешь изучать топологию дальнейшие этапы пайплайна поэтому все ассеты будут проработаны до стадии детализированного драфта то есть первого этапа триплей пайплайна ты будешь придумывать и моделить с ноля 3d концепты sci-fi пушек мин гранат турелей и многого другого а в качестве дипломной работы ты придумаешь и замоделируешь собственный сложный sci-fi ассет на любую понравившуюся тебе тему под присмотром преподавателя его спокойно можно будет использовать в портфолио и показывать потенциальным заказчикам и работодателям курс проводит женя пак он 3d художник работал над call of duty инфинити варфая любовь смерти роботы субнаутика фильмом аванпост и многими другими проектами а сейчас работает в people can fly ближайший курс стартует 15 апреля а новые потоки запускаются каждый месяц обучение длится 5 месяцев студенты xyz school устраиваются в спирасов cyber my.com digital forms и другие студии подробности в описании на возвращаясь к нашей 3d модели как раз то что я сейчас делаю это и есть драфт то есть это приблизительный набросок для 3d модели саму бочку я сделаю из капсулы ориентирую по оси z сейчас надо главное подогнать ее так чтобы она приблизительно стояла так мне хочется ну и размер соответственно тоже был приемлемый еще один момент она будет стоять чуть-чуть под углом я думаю вот как то так будет вытянут сюда и будет чуть чуть больше в диаметре включу сетку вот я думаю что полигональную сетку я наверное количество полигонов я наверное увеличивать не буду все-таки по моей задумке это будет лоу-поли модель поэтому я наверное оставлю так вот допустим бочка будет стоять вот здесь кстати сразу переделаю крышки крышки сделаю вот таким образом возьму вот эту часть смещу пивот вот сюда и я нибудь процентов но на 35 уменьшу скейл то же самое сделаю с другим концом и тоже процентов на 35 так и сейчас получается надо это вытянуть вот сюда а это немножко он туда вот приблизительно так и да будет еще кстати вот здесь остались ненужные мне ребра я их пожалуй удалю все более высокополигональная модель делать уже не буду ставлю все как есть так сейчас получается что вот эти три куба они же крепления будут уже чуть чуть другими так если это такое высокое получается то это пожалуй я наверное опущу где-то вот приблизительно так это доставлю такой этот оставлю тоже такое а вот этот последний кубик я сделал еще поменьше пожалуй приблизительно вот так потом я переделаю их форму есть у меня одна задумка и и в дальнейшем покажу еще по поводу этой бочки я рассчитываю что она будет пассивная то есть она не будет оснащена вакуумным компрессором и заливаться все в нем будет каким-то другим способом то есть сама себя на заправлять не будет если рассматривать механику и то есть в нее залили из нее потом слили сама она засасывать ничего не будет все таки это не осенизатор ская машина поэтому пусть будет так дальше вот здесь я сделаю некую приемную горловину через которую будет эта бочка заправляться так приблизительно наверное вот здесь будет дальше продублирую сделаю здесь крышку здесь на при виде сбоку можно посмотреть как она будет выглядеть и на крышке сделаю некий приемный что ли цилиндр по моей задумке на него должен надеваться шланг и заливаться в бочку жидкости но при этом должен быть еще какой-то клапан который будет стравливать образующиеся в бочке давление так это я приблизительно оставлю так дальше возьму еще один цилиндр ориентирую его также по оси z и и поставлю его вот сюда здесь будет организован уже слив причем я также наклоню на 4 градуса это можно все пониже сделать приблизительно вот так надо посмотреть много ли осталось до края бочки пусть будет вот примерно так дальше значит здесь будет цилиндр ну или труба через которую будет все сливаться и и я тоже за моделью в дальнейшем пожалуй здесь я сделаю еще помимо этого всего тоже крышку приблизительно вот так здесь наверное нужно будет сделать какой-то рычаг запорный механизм благодаря которому если его открыть то начнется слив всего что есть почки не сделаю его также наклонена 4 градуса и поставлю его приблизительно вот куда-то сюда так 0 и допустим я его наклоню то есть вот в таком положении он будет закрыт клапан ну это будет какое-то импровизированное крепление возьму еще один цилиндр помещу его уже вот сюда сделаю его большего диаметра и длиннее это будет маленькая такое скажем сигнальная кошечка чтобы понимать что бочка уже почти заполнилась и и дальше наверное я сделаю все таки еще лестницу тоже пока просто накидаю примитивами я думаю что допустим вот это будет стоять вот приблизительно здесь кстати тоже надо наклонить наверное на 4 градуса туда и на 36 туда продублировать конечно надо потоньше сейчас пожалуй все это объединю и сделаю вот что вытяну это приблизительно вот туда здесь кстати надо будет посмотреть я зря не экспортировал крыло здесь где-то еще есть крыло и мне бы надо понимать конечно где она находится чтобы случайно с этим делом не промахнуться и все таки я поищу где крылья находится крылья вот они пусть это будет крыло также формата биджей помещу их сюда же но сейчас уже станет становится более понятно да куда можно вытянуть кстати зря я сделал неровная но в общем лестница будет стоять приблизительно здесь здесь я сделаю ступеньки чтобы примерно хотя бы понимать и сделаю перила наверное все таки лестницу я сделаю более прямую так как сейчас ее ориентировал по наклону бочки но сейчас понимаю что это не очень затея и лучше будет сделать ее прямую так значит здесь слив есть кошечка и здесь сделаем здесь будет вот этот приемный как это назвать приемная труба немножко другая и тоже переделаем и скорее всего я еще впоследствии сделаю для всего этого этого удовольствия хай поле модель и запеку карты нормалей сгладив тем самым какие-то острые углы или добавив какие-то детали которых на модели нет все таки процесс моделирования это это действие очень растянутая по времени поэтому я думаю что не буду я записывать длинные длинные видео пусть это будет чуть покороче так пожалуй вот на этом этапе я пока эту модель и оставлю на этом я пока прощаюсь и в следующем видео продолжим уже детализировать все что здесь вот сейчас было так вот быстро накидано всем пока и и и